Здравствуйте! Мы в магазине All Time, и сегодня мы говорим о новинках коллекции швейцарских часов. В магазине All Time, в общем-то, есть что посмотреть. Бренды самых разных стран. Я делал обзоры и российских брендов, и японских брендов, и швейцарских брендов. В общем, сегодня я решил посмотреть, что нового и интересного можно посмотреть среди швейцарских брендов. Понятно, что Швейцария — это деньги, больше стоимость часов, но при этом можно найти всегда какие-то приятные фишки, которые, с моей точки зрения, оправдывают покупку таких часов. Ну и в конце концов, Швейцария — это законодатель мировой индустрии, и чего греха таить, самые классные часы производятся в Швейцарии. Ну, к сожалению, далеко не все из нас могут себе позволить всякие такие штуки, но, тем не менее, в общем-то, так скажем, есть немало вещей, в которых, ну, например, Япония и Швейцария, да и даже российские бренды пересекаются примерно в одной ценовой категории находятся. Ну, скорее, это, конечно, исключение, но, тем не менее, такое существует. Итак, посмотрим, что же нового. Начну мой обзор вот с этих вот часов бренда Куэрвей Сабринос. Ну, прежде всего, о самой марке. Марка очень интересная, и она уникальная. В Швейцарии очень много брендов, и они в основном связаны с именами тех или иных часовщиков, которые оставили свое имя в истории часового дела и, в общем-то, которые стоят... И чьими именами стоит называть часы. Здесь же Куэрвей Сабринос – это не швейцарский какой-то там часовщик, когда-то там делавший часы. Бренд основан на Кубе. Сейчас на Кубе не те времена, когда там процветает часовое искусство, но когда-то Куба – это была такая местная столица туризма, люксового, гламурного туризма. Первая половина XX века. В общем-то, вся Америка отдыхала на Кубе. И, в общем-то, понятно, что там процветал розничный бизнес. И, в общем-то, одним из лучших магазинов был магазин господина Куэрве и племянников. Куэрвей Сабринос так переводится, примерно так переводится. Вот. Этот бренд, в общем-то, его можно сейчас встретить, например, в сочетаниях, ну, если походить по аукционам, по старым каталогам, можно встретить в сочетании с такими марками, как, допустим, Патек Филипп, Ланжин, ну, в общем-то, какие-то другие бренды. И поэтому в то время было принято производить часы именно таким образом. То есть ритейлер ставил свой логотип, свое название на циферблат часов, упоминая фирму-производителя швейцарского, как правило, либо не упоминая. Но у этого бренда такое вот классное историческое достояние, история взаимодействия с другими часовыми марками, с часовщиками, вот эта вот история гламура, вот этого латиноамериканского, карибского такого ощущения, такого ощущения праздности, отдыха, гламура. И, в общем-то, именно на этом ощущении строится этот бренд. То, что у меня в руках, это такой образец искусства этого часового бренда, который связан, ну, так сказать, что у нас возникает, когда мы думаем о Кубе. Ну, естественно, это не часы, это, ну, прежде всего, наверное, это там Гавана. Пляжи около Гаваны и, разумеется, сигары. Так вот, циферблаты, это чья-то модель, это называется сплензидус, такая интересная стиль, для такого основания эйфелевой бажни. Это стиль был популярен где-то примерно в 1950-е годы, может быть, 40-е, именно стиль такого корпуса, формы корпуса. Вот, а циферблат, вот этот коричневый такой, слегка уходящий в красные тона, коричневый цвет, это цвет табачных, высохших табачных листьев. И вот здесь, вот, по внешней окружности циферблата мы видим, в общем-то, обозначены слегка вот те самые листья. Поэтому, в общем-то, эти такие часы, которые говорят о Кубе, о табаке, о сигарах, ну, в общем-то, о каком-то гламурном летнем отдыхе. В общем-то, самые приятные, особенно в наших обстоятельствах ковидных, размышления именно на эту тему. Ну, в общем-то, гламур, полированный корпус, вы видите, все сделано очень красиво, задняя крышка гравирована. Это такое произведение искусства, именно вот такого уникального направления, которым занимается бренд Куэрвэй Сабринос. Продолжим, в общем-то, тему, ну, можно сказать, летнего отдыха. Бренд Armand Nicolet, модель J09. В общем-то, это спортивные часы с интегральным браслетом. Вы видите, как браслет, он как будто вытекает из корпуса, продолжает корпус. Это называется интегральный дизайн, когда часы и браслет, он представляется единым целым. И здесь, ну, как это бывает в часах интегрального дизайна, спортивных, стальных часах, здесь очень большое значение имеют циферблаты. Вот здесь вот такая морская глубина на этом циферблате мне видится. Он рельефный, с рельефным декором и с очень необычной шлифовкой. Я даже затрудняюсь сказать, я много всякого видел в своей жизни, всяких циферблатов в самом экзотическом исполнении. Вот этот циферблат, он меня поставил в тупик, собственно. Ради него я и вытащил эти часы из витрины All Time. В общем-то, вы видите, здесь такая очень интересная игра света, всполохи идут и туда, и сюда, и обратно. В общем, такое произведение циферблатного искусства. Я бы, в общем, такие часы носил именно ради циферблата. Арман Николе, в общем-то, часы городские, подходящие под любые обстоятельства, с прекрасным синим циферблатом. Посмотрим теперь на часы Орис. Орис всегда очень четко, очень, так скажем, оперативно отслеживает тенденции. Какое-то время назад, ну, наверное, год, может быть, два, может быть, три, вдруг стали популярны две темы. Ну, не вдруг, конечно, все это постепенно накапливалось, но, тем не менее, два-три года назад стало понятно, что вот они самые тенденции. Это винтажный стиль и сотрудничество. Ну, на английском языке это называется collaborations, так скажем, на современном сленге это называется коллабы. Итак, коллабы. Винтажный стиль. Это Diver 65, то есть это часы, которые выполнены в стиле первых дайверских моделей Орис 1965 года. Именно поэтому коллекция называется 65. И вот конкретно вот эта модель вот с таким прекрасным бронзовым ободком. Весь корпус стальной, а ободок бронзовый. В общем-то, ну, при первом взгляде думаешь золото. Ну, в общем-то, за эти деньги золотого, цельнозолотого ободка купить невозможно. Поэтому эта бронза, в общем-то, впечатление то же самое. Какое-то теплое, такое винтажное ощущение. Такого интересного, хорошего винтажа. Дайверский ободок работает, все нормально. Но что же интересного в этих часах? Это японский джинсовый бренд Mamatara. В общем-то, я небольшой знаток японского джинсового дела. Но, тем не менее, они существуют, они популярны. И Орис решил повзаимодействовать, создать коллаб с этим джинсовым брендом. Мы видим чудный ремешок. Джинсы как положено. Темная синяя джинсовая ткань, контрастная прострочка. Здесь, в том месте, где находятся отверстия для язычка, застежки, пристрочена кожаная накладка, которая делает этот ремешок не таким изнашиваем, как он мог бы быть. И вот здесь вот я сначала думал, что это такая, ну, случайно остались какие-то там наклейки, что-то такое служебное. Нет, оказывается, эта штука, я вспомнил, я читал пресс-релиз. Это такая фишка, которая используется именно вот этим японским брендом Mamatara. Чем они отличают свои джинсы от всех прочих? У них вот эти вот белые полоски Mamatara. Ну, в общем-то, для тех, кто в курсе, наверное, это дико крутая штука. Для меня же, ну, в общем-то, такие очень интересные винтажные часы. Ну и сотрудничество, коллаб, часы выпущены лимитированной серией. Естественно, эта штука, она, в общем-то, интересна, как коллекционерская. Еще один дайвер. Это бренд Ball. Кстати, вот тоже один из немногих брендов, который был основан... Один из немногих швейцарских брендов, который был основан, либо, так скажем, истоки которого находятся не в Швейцарии. Это канадский инженер Ball, который производил часы специально для железнодорожного транспорта. Сейчас какие-то вещи сохраняются. Ну, в частности, вы видите такая очень четкая милитаристская разметка циферблата. Да, нужно обязательно отметить, что в этих часах... Это один из немногих брендов, который использует третьевые иллюминицирующие элементы. Здесь ими выложены цифры, даже цифры на циферблатах, не только маркеры. Ну и, разумеется, стрелки. Линза над окошком даты. Дайверский ободок очень четкий. Из всего, что я сегодня крутил в руках, пожалуй, самый четкий дайверский ободок. И дальше мы смотрим на эти часы. Чем же они прекрасны? Вы видите, это бронзовый корпус. Он такой слегка уже потемневший. Ну, в общем-то, патина начинает его покрывать. В общем-то, это такая прекрасная штука, если думать о часах винтажного стиля. И вот такой очень интересный образец винтажного стиля. Потому что, с одной стороны, мы думаем о винтажных вещах, как этих мягких, таких обволакивающих, обтекаемых, таких, ну, очень таких, как бы потертых, немножко обмытых временем. Здесь же все очень четко, очень такие резкие грани, все четкие такие проточки. И, в общем-то, это такой винтаж, который, ну, скорее говорит о каких-то дайверских часах 50-х годов, ну, наверное, которых не было, не существовало. Ну, вот такое ощущение, такой ретро-футуризм, когда мы смотрим на часы и думаем, что вот да, если бы 50-е годы, какая-то супер-дайверская модель, то, наверное, это вот этот болл. Ну, почему бы и нет? Вот переворачиваем часы и видим вот такую вот винтажную тоже штуку, эмблему, дайверские часы с сплошными крышками. Только сейчас пошла, ну, не сейчас, последние 20 лет пошла мода ставить прозрачные крышки на дайверские часы. Раньше, когда все это только начиналось, естественно, ставилась металлическая крышка, которая осуществляла защиту механизма, осуществляла водостойкость, в общем-то, гарантировала водостойкость. И вот эта вот крышка обязательно, ну, почти обязательно в часах хороших брендов, она отмечалась какой-то вот такой вот эмблемкой. В общем-то, здесь для часов болл бренд сделал такую интересную штуку с таким традиционным, кстати, обычно такой шлем с традиционным шлемом-подводник, обычно такой шлем производился из бронзы, поэтому, в общем-то, использование бронзы смотрится настолько интересно и правильно в этих часах. И два морских конька. Ну, в общем, такая штука, на которую можно полюбоваться, и которую всегда приятно ощутить кончиками пальца, потому что очень хороший высокий рельеф, очень четко все красиво сделано. Вот. Вот такой вот болл на черном каучуковом ремешке. Очень такой четкий, хорошо продуманный, хорошо выполненный. В общем-то, мой сегодня мой фаворит среди мужских часов. Поскольку фаворита среди мужских часов мы уже нашли, сейчас у меня в руках женские часы. Я просто, когда их увидел, мне они очень понравились, потому что здесь такие, так скажем, приметы очень необычных, очень раритетных женских часов. Здесь стальной черненый корпус, ободок украшен черными бриллиантами. Где-то примерно в 96-м году началось все это сумасшествие с черными бриллиантами, о них уже, в общем-то, позабыли. И тут мы находим их опять, вот именно в таком исполнении на черном корпусе. Очень интересно, но повторяю, это не самое интересное в этих часах. Вот самое крутое, это циферблат. Мы видим рельефный циферблат и такой очень необычный указатель даты. Он выполнен в виде полукруга. Здесь разметка с цифрами и маркер, который идет, и он показывает даты. И это, в общем-то, честно говоря, и в мужских часах редко можно найти такой изысканный интересный индикатор даты. В общем-то, здесь же это женские часы. Кстати, механизм автоматический. Вот здесь вот тонированное сапфировое стекло задней крышки. Виден ротор. Вот я постараюсь его как-то показать, как он движется. Вот поэтому это автоматика. И указатель даты, в общем-то, особенно актуален. И плюс еще маленькая секундная стрелка. Это не такая уж редкая штука для современных автоматических механизмов. Но в женских часах, в общем-то, она довольно-таки редко появляется. Именно вот в таком сочетании, когда есть автоматический механизм и имеется маленькая секундная стрелка. Темно-серый ремешок с тиснением под крокодиловую кожу, с прострочкой контрастной. В общем, он создает такое общее, очень нарядное, очень праздничное, изысканное такое впечатление, что для бренда Raymond Vale, ну, так скажем, не могу сказать, что это редкость, но, тем не менее, это всегда приветствуется, когда бренд создает вот такие вот автоматические часы, пригодные не только для каждодневного ношения, но и также по особым случаям, на торжественные мероприятия. Очень хорошо будет смотреться вот такая вот модель. Я даже себе представляю как дополнение к маленькому черному платью. Ну, не знаю, здесь каждый решает за себя. Я в этом смысле не собираюсь ничего никому советовать и рекомендовать. Говорю только о том, что мне приходит в голову при взгляде на часы, прекрасные женские часы. Вот. И вот такая вот изрядная порция изобретательности и креативности. И хочется, в общем-то, всем брендам пожелать делать примерно такие вот штуки, как сделал бренд Raymond Vale. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, дизлайки, ругайте, комментируйте. Буду рад все почитать. До встречи в следующих сюжетах.